Девушки отдыхают Но двое оставшихся – не те, за кого себя выдают В каждом туре участники отвечают на вопрос, связанный с их темой После чего по принципу «игры в мафию» выгоняют того, кого большинство посчитало обманщиком Коротко представьтесь и предположите, какие профессии будут больше востребованы в будущем Гуманитарные или технические? Здравствуйте, меня зовут Василий, фотограф, дизайнер Закончил Московский государственный университет культуры и искусств Нужно быть, мне кажется, подкованным и в той, и в другой области Поэтому сложно сказать, что кому-то как-то будет проще или наоборот не проще Важен, наверное, сам подход к тому, что ты делаешь Всем привет, меня зовут Андрей, я занимаюсь дата-журналистикой Я анализирую данные, нахожу в них инсайты и делаю из этого новости и медиаматериалы Мое мнение, что гуманитарии в будущем будут более востребованы Когда я учился в гуманитарном институте, я учился на учителя истории Там все время шутили про то, что вот, пойдете проработать в Макдональдс, вы никому не нужны Но сейчас я понимаю, что, например, в моей сфере, в анализе данных Гораздо важнее те люди, которые задают вопросы, чем те, которые технически их решают Потому что, ну, технических специалистов много А людей, которые умеют задать правильно вопрос, выявить из информации важное, их мало Поэтому я считаю, что гуманитарии будут рулить этим миром Всем привет, меня зовут Талгат, я театральный режиссер Мне кажется, что на самом деле будущее в синтезе Потому что сейчас в мире настолько все связано И не будет такого гуманитарии или технарии Потому что большие данные используются в искусстве В искусстве используются 3D-технологии и так далее, и так далее, и так далее Поэтому я думаю, это настолько все перемешается Что это будет совершенно неважно, потому что будущее за людьми Привет, меня зовут Галя Я художница, учусь в университете Со временем профессии и сферы, в принципе, видоизменяются Что-то как бы в симбиозе вообще живет Поэтому да, я думаю, со временем вот это четкое разделение Оно как бы растворится даже, возможно, где-то В каких-то смежных профессиях, областях точно Поэтому сложно сказать, кому будет проще в будущем Привет, меня зовут Кирилл Я журналист, продюсер и сценарист Самое интересное, мне кажется, это те, кто смогут за одним столом Вести переговоры с теми и с другими Потому что технари будут говорить на своем специфическом языке Гуманитарий на своем И должен быть кто-то, кто будет выступать переводчиком между ними И делать так, чтобы та или иная продукция доходила до результата Всем привет, меня зовут Катя, мне 19 лет Я учусь на юриста и также параллельно визажист и модель Мне кажется, будет много технарей Но при этом также нельзя некоторые профессии представить без людей Например, я не знаю, какой-нибудь дизайн Ну, вряд ли искусственный интеллект будет так круто подбирать, как человек И так далее Вот, а так, конечно, все сейчас хотят учиться на технарей Потому что думаю, что это самая такая высокооплачиваемая профессия Салют, меня зовут Иван, мне 23 Я работаю в рэпе И я думаю, что нужно быть как бы 50-50 То есть иметь мозг технаря, а душу гуманитария Как бы и тем самым можно рубить и деньги, и делать искусство И заниматься вообще всем чем по кайфу Это все Вы двиньте тех, кто, по вашему мнению, является технарем Ну, вы знаете, на самом деле достаточно сложно вот так вот сходу Сформировать какое-нибудь оценочное осуждение Поэтому я как-то пока воздержусь, пожалуй Девушка, я очень плохо вижу, я абсолютно слепой человек Как вас зовут? Катя Вот, я хочу выдвинуть вашу кандидатуру У вас была такая очень классная фраза Какой-то там дизайн Мне очень она понравилась Вот, мне кажется, на самом деле вы работаете Ну, мне такое ощущение, что вы разработчица, но я могу ошибаться Вот, ну, мне это кажется Я тоже почему-то подумал про Екатерину Голосую за Катю Я, наверное, пока воздержусь Потому что действительно очень сложно пока делать выводы Я тоже воздержусь Я думаю, что это Кирилл Потому что, наверное, во мне говорят какие-то стереотипы Но и речь такая вся сглаженная Ну, просто, не знаю, интуиция, наверное Можно, конечно, довериться женской интуиции Как бы, да, и Кирилл действительно выражается достаточно таким профессиональным языком Но я воздержусь Мы еще друг друга плохо знаем Время голосования Подняв руку, проголосуйте против одного из кандидатов Екатерина Большинство против вас Покажите вашу карту У меня довольно быстро вычислили На самом деле, я так и думала, что быстро угадать Я действительно модель и визажист Но параллельно учусь на программиста Всем спасибо, всем хорошей игры Спасибо Пока Этот выпуск свой-чужой посвящен гуманитариям и технарям И у нашей команды возник вопрос Может ли обычный гуманитарий переучиться в технаря? Вникнуть в мат-анализ, разобраться в алгоритмах И обучиться основам программирования Мне кажется, нет Но у ребят из онлайн-школы SkillFactory другое мнение Далеко не все идут в SkillFactory с уже готовыми аналитическими скиллами Немалая доля и тех, кто считали себя гуманитариями в школе На курсе по дату аналитики вы узнаете, как делать запросы на SQL и Python Научитесь составлять рекомендации по изменению общей стратегии бизнеса и рекламных компаний на основе данных Сможете выстраивать такую систему отчетности, как это могут сделать специалисты из Google, Яндекс и Tesla Получается, что любой сможет обучиться работе с большими данными? Конечно! И это совсем не сложно Ведь Big Data — это структурированные или не структурированные данные огромного объема Которые можно обрабатывать и получать из них что-то полезное На курсе вы научитесь работать, помимо, конечно же, аналитики, из Big Data тоже Что вообще является чуть ли не профессией будущего Все это для того, чтобы точно понимать, по каким причинам компания проседает в продажах Применять десятки методов анализа и прогнозирования Находить цифры не только в готовых отчетах, а еще и через специальные языки программирования А все-таки где потом работу искать? Да везде! В том числе в тех компаниях, про которые вы думаете, что вас туда никогда не возьмут Возьмут! Главное — проявить старания Все остальное сделает SkillFactory Важный нюанс! В SkillFactory создали карьерный центр, специалисты которого помогут вам оформить резюме И начать проходить собеседование Школа сотрудничает с крупными высокотехнологичными компаниями Самых успешных студентов могут скантить еще до конца обучения И это не единичный случай, а вполне распространенная практика По промокоду КУБ вы можете оплатить обучение со скидкой 45% Узнайте больше о программе обучения по ссылке в описании Спасибо! Обязательно ли высшее образование для работы в гуманитарной профессии? Андрей Да, я считаю, что образование обязательно Я считаю, что образование — это такая база Но особенно если у вас какое-то гуманитарное образование Общая гуманитарная база, там, не знаю, какой-нибудь пиарщик или вот историк Это хорошая база, чтобы потом углубиться во что-то одно То есть вы получаете базовый фундамент там из социологии, политологии, философии И потом уже можете расти куда угодно Даже можно потом программировать, научиться Ну, образование, конечно, важно Вопрос какое? Зачастую образование, которое можно получить, например, в нашей стране Не является хорошим в области, которой мы касаемся Но в целом, конечно, я думаю, базовое какое-то нужно Но самое важное — это все-таки самообразование для человека, я так считаю И саморазвитие Вот, потому что, по большому счету, тебе очень редко придется показывать диплом где-то Кто-то и без образования добивается определенных успехов в гуманитарной сфере Но мое личное мнение — хорошее гуманитарное образование помогает не изобретать велосипед Начинать уже с какого-то старта, с какого-то бустера Поэтому, наверное, я все-таки считаю, что стоит получить высшее образование для того, чтобы начать работать с преимуществом для себя Я думаю, что в нашей стране высшее гуманитарное образование нужно для того, чтобы знакомиться с девочками Или, ну, набивать себе какую-то тусовку, контактный лист Поэтому, если у тебя нет задачи знакомиться с девочками, ты и так каким-то образом вхож в тусовку То никакого гуманитарного образования для того, чтобы работать в гуманитарной сфере тебе не нужно Я считаю, это как в фильме «Умница Уилл Хантинг» Кто-то получает образование за 150-200 тысяч долларов, кто-то за 15 долларов в местной библиотеке В принципе, если ты сам башковитый, можешь прочитать достаточно книг, прочитать статейки, почитать какие-то другие работы И, в принципе, в своем сознании, как там было, у идущего к реке Он преисполнился? Преисполнился в своем сознании, точно Как можно преисполниться так, что можно в гуманитарной профессии, в принципе, добиться высот любых В любом случае, важно, конечно, собственная целеустремленность и то, что у тебя в голове Это первично, но, с другой стороны, мне кажется, вне зависимости от того, о каком образовании говорим Техническим или гуманитарным Высшее образование полезно тем, что дает тебе некий опыт И формирует способность смотреть на задачи, как-то их решать Ну, в любом случае, мне кажется, высшее образование нужно Начиная с Андрея, выскажите свои подозрения Я воздержусь, я, честно, не знаю, кого выбрать Я тоже воздержусь Не знаю, мне почему-то кажется, что это Андрей Я, наверное, выдвину его кандидатуру Я присоединюсь Изначально вот дата журналистика, это очень подозрительно звучит Ну, потому что это сложно А, во-вторых, тезис, что гуманитарию нужно высшее образование Он скорее от технаря может прозвучать, нежели от гуманитария Я, наверное, пойду троотропкой хоженый Очень уж вы хорошо выражаетесь с Андрей Очень так точно С Андрея А вот у меня, к сожалению, Кирилл, возникли некие сомнения по поводу вас Что-то в речи действительно, может быть, проскальзывает, что-то еще, не знаю Но это вот мое личное мнение, такое сложившееся Время голосования Андрей Кирилл Голоса разделились поровну Участники и кандидаты могут задать друг другу дополнительные вопросы Андрей, может у вас есть какое-нибудь хобби? Ой, да, я увлекаюсь археологией и походами Я археологией занимаюсь еще с ИСТФАКа Потому что я учился на ИСТФАКе Ну и, собственно, походы вышли как-то вот из этого и трекинг там Час от часу не легче Кирилл, а чем вы занимаетесь в свободное время? Смотрю сериал Например? «Последний министр» А о чем сериал? «Последний министр» О неудачном, о министре-неудачнике У которого вдруг, кажется, появился второй шанс Начать новую жизнь, новую карьеру Сериал «Русский» сценаристка Лена Ванина У которой я закончил сценарные курсы Замечательная женщина Перейдем к повторному голосованию Андрей Большинство против вас Я гуманитарий Я всех приглашаю на свой курс по Дата журналистика без программирования Можете научиться Без всяких технических навыков этому искусству Большие данные, на самом деле, можно обрабатывать Даже не имея технических навыков Всем спасибо, всем пока Кто, на ваш взгляд, больше зарабатывает? Технари или гуманитарии? Вообще, больше всех зарабатывают девочки в Инстаграме Вы считаете, что они гуманитарии? Ну, скорее, это гуманитарная работа Но я думаю, что, конечно, если говорить серьезно То айтишники сейчас зарабатывают больше, чем средние гуманитарии Я, наверное, соглашусь в этом плане Потому что все-таки в гуманитарной сфере, наверное, какие-то единицы Действительно эксклюзивные кадры особенные Они зарабатывают очень хорошие деньги А про большинство, наверное, все-таки технари Можно сказать, что зарабатывают больше Вопрос, кто больше зарабатывает Он у нас тогда приводит к чему? Какой-то статистике Если мы уходим в сторону статистики Тогда мы к гуманитариям должны приписать всех учителей Если мы припишем всех учителей в России То статистика по гуманитариям уйдет вниз И технари будут зарабатывать больше Если говорить просто приблизительно Как бы если сидят два одноклассника Встретились и один пошел в технари Другой в гуманитарии Наверное, сейчас технарь будет получать больше Если гуманитарий не Ксения Собчак Ну, конечно, хаслят бабки по большей части технари Как бы если посмотреть вообще там Стива Джобса И всякие прочие крутые мужики Они как бы все технари Иван, почему вы считаете, что Стива Джобс был технарем? Да он же на кого поступал-то? Стив Джобс поступал на художника Он шрифты выводил Высшее образование Стиву Джобсу не пригодилось Ведь он был отчислен Когда уже отчислили, он мог посещать бесплатно только каллиграфию Но это был какой-то общий курс Еще без разделения В общем, технари хаслят бабки Технарям все-таки чуть попроще В плане именно финансовом Но потенциала больше все-таки у гуманитариев Вот в чем дело Потому что, ну, как бы каким бы ты ни был Крутым специалистом, допустим, в технической сфере Ну, есть как бы определенные рамки А для гуманитария таких рамок вообще нет, мне кажется Вы двиньте тех, кто, по вашему мнению, выдает себя за гуманитария Я думаю, что технарь Василий Вот мне почему-то кажется, что это не Кирилл Я вот пока не знаю, может быть, это даже Иван Мне неожиданно кажется, что это Иван Но не подумайте только, что я в обиде на Ивана за прошлый раунд Да, во-первых, Иван не сказал, какой вуз он закончил и чем занимается Он сказал, что рэпер я, и на этом все Ну, в общем, я думаю, что это Иван Как быть? Что делать? Проголосую я за... За Василия Ну, я останусь пока при своем мнении Все-таки Кирилл меня пока не переубедил Василий Иван Кирилл Василий Большинство против вас На самом деле, тут было несложно Являюсь техническим директором крупной компании, которая занимается системной интеграцией Установлен профессиональное аудио-видео, световое оборудование Ну, в принципе, вот чем-то подобным Ну, как-то так Спасибо Спасибо В этой игре победили гуманитарии Как вы считаете, почему родители предпочитают для детей карьеры технарей? Ну, для меня это не очень актуальный вопрос Потому что мои родители оба художники И там скорее было наоборот Что я пыталась выбрать другую профессию Они советовали мне пойти по их стопам Ну, я думаю, что, наверное, потому что Общепринятое понятие стабильности Люди привязывают к техническим специальностям, профессиям Ну, я думаю, что это пережиток советской эпохи В том смысле, что в советское время главным человеком был инженер Почему? Потому что инженер мог сделать бомбу А все остальные, в принципе, они там Ну, учителя нужны для того, чтобы учить детей инженера Врачи нужны для того, чтобы лечить жены инженера Театр нужен для того, чтобы инженер мог прийти в театр и развлечься Потому что оно все было выстроено вокруг бомбы Сейчас как бы уже и бомбы особо никому не нужны Ну, это же как бы 70 лет на этой власти Они как-то вот, ну, это наша травма просто Травма нашего народа Взрослые люди в этой стране по-прежнему думают, что главное это бомбы Поэтому если человек будет делать бомбы, ему всегда будет что поесть И наши бабушки с мамами, с папами хотят, чтобы ребенок был сыт, одет, чтобы работа была стабильная Поэтому как бы они действительно толкают его на какие-то технические профессии Потому что в технической сфере куда больше вакансий, куда больше стабильности Куда больше мест, где куда можно податься В отличие от гуманитарных профессий, которые связаны с алкоголем, с творчеством, с наркотиками С беспорядочными половыми связями А бабушки с дедушками и всеми остальными не любят это все Поэтому иди деньги зарабатывай, а творчество оставь Иван, а вы правда рэпер? Нет, я актер Я учусь в высшем театральном училище имени Щепкина А рэп, это просто шутка Ну, у меня не было такого конфликта в семье Потому что у меня мама инженер, а папа художник Вот, и на самом деле мама хотела, чтобы я был юристом Вот, и у меня как бы ничего такого не возникало в семье Что я хотел, то я и делал всегда Но на самом деле я думаю, что да Все-таки это советские стереотипы, физики, лирики Да, и родителям все-таки кажется По примеру, там, бабушек Что это более стабильная история Что есть завод, ты придешь, будешь получать зарплату Там и так далее А гуманитарии, это люди, которые вот все время что-то ищут, бродят Непонятно, где они будут работать Там и так далее Особенно, если это касается театра и кино То есть для родителей всегда это тире безработный На самом деле, по-хорошему, родителям бы надо дать детям в этом плане свободу Потому что тогда всем будет легче жить в дальнейшем В современном мире все меньше категоричного разделения на гуманитариев и технорей Сегодня вы помогли нам понять, что нужно относиться к своей жизни Не с точки зрения полученного образования А индивидуальных качеств и желаний человека Спасибо, что приняли участие в новом выпуске шоу «Свой и чужой» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому